Саргас, я не чувствую связь с эгрегором рода. Я подумываю сменить имя. Скажите, пожалуйста, как это повлияет на меня с магической точки зрения? Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хочу рассказать о том, как смена имени повлияет на вашу жизнь с точки зрения магии, на отношения с вашей семьей и с вашим родом. Я встречал несколько людей, которые меняли имя, фамилию, отчество даже. Их жизнь, ну, субъективно менялась, но потом они все равно приходили к тому, что и было. Некоторые меняли обратно. В общем, забегая вперед, скажу, что херня эта полная, никак это вам не поможет. Но я давайте расскажу несколько более развернуто. Дело в том, что я в принципе не признаю имена, которые были даны нам при рождении. Ну, то есть как? Признаю я, не говорю, эй, ты как тебя там? Но, тем не менее, я считаю, что они особой силы не имеют. С психологической точки зрения, да, возможно. С магической, но вот эти все магическое значение имени, там, влияние имени. На уровне деревенской бабки, наверное, это имеет значение. Но на мой скромный взгляд, то, как вы жили, в каких условиях вы воспитывались, какой вы, в принципе, человек, гораздо важнее. Как вас там назвали? И влияние имя, ну, какое-то очень эфемерное дает. Более того, если вы имя поменяете, то вам может показаться, что ну вот, я вырвался из порочного круга алкашей и дебилов. Но, понимаете, скорее всего, дело не в том, что вы имя сменили. Скорее всего, в том, что это было последней каплей, окончательной точкой, когда вы решили разорвать отношения со своей семьей и перейти на другой уровень. Опять же, то есть это имеет, скорее, психологическое влияние на вас, чем магическое. Вот если вы возьмете магическое имя, а потом решите его поменять, это да. Это серьезно, но опыт показывает, что магические имена обычно берут, потом меняют, потом меняют еще раз. Только самые неопытные маги, которые, как я часто говорю, не видят за деревьями леса. То есть воспринимают магические атрибуты и какие-то такие побочные нюансы, как саму магию. Что на самом деле не так. К магии это имеет достаточно слабое отношение. То есть, ну, имя, имя, как тебя там, Вася. Вы знаете, сколько я Вась знаю? У меня в почте от одних только Вась, наверное, вот прямо сейчас писем 30 может найтись. Так что, мне кажется, на мой скромный взгляд, это несколько переоценено. Повторюсь, я знал нескольких людей, которые решились на такой шаг. И вы знаете, ну вот первые там месяц, два, три реально вот они ощущали, они верили в то, что их жизнь изменится и даже как-то подспудно могли магически влиять и на свою жизнь, и там на конкретные события, которые с ними происходили. Но в итоге это не имело никаких долгосрочных последствий. Но, если уж вы хотите разорвать отношения со своей семьей, я скорее рекомендую вам разрыв кровных уз. Если не забуду, добавлю ссылку об этом в описании под видео. Вот это да, это работает, но это самый крайний случай. Надеюсь, что я кому-то помог, кому-то открыл глаза. Если вы хотите поменять имя, и вам оно тупо не нравится, почему бы нет, поменяйте. Хотя, по-моему, вы можете просто попросить всех знакомых называть вас таким-то образом. Меня вот все называют Sargas. Как вы понимаете, это имя у меня не в паспорте. Хотя это решаемо, но какой в этом смысл? Не знаю. Ну что ж, я благодарю вас за внимание. С вами был Sargas. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт magsargas.com. Обращайтесь за магической помощью. Вступайте в школу практической светлой магии. Приобретайте мои амулеты, книги и мастер-классы в магической лавке. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...